Наконец сентября, начало октября. В Эстонии традиционно приходится сезон гриппа. Это значит, что самое время делать вакцину, чтобы защитить себя от заболевания в пиковое время, январе-феврале. Мы обсудим эту тему с главным специалистом центра гриппа департамента здоровья Ольгой Садиковой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что можно сказать о ситуации в данный момент? Грипп еще далеко? Ой, слава богу, гриппа пока нет. Ни одного случая лабораторно подтвержденного гриппа у нас нет. Кстати, у ближайших соседей тоже пока не наблюдается. То есть ситуация пока спокойная и очень благоприятная для вакцинации. Но мы знаем, что вакцинация уже идет, уже людям предлагают вакцинироваться. В Эстонию поступит в общей сложности за 19-20 год 200 тысяч вакцин. За сезон 19-20. За сезон, да. Около 200 тысяч, да. Это такая очень высокая цифра. В прошлом году было 120 тысяч. И мы надеемся, что в этом году перебоев и проблем с вакцинацией не будет. Но в прошлом году было 120 тысяч. То есть сейчас увеличение произошло, ну, так, на вскидку процентов на 80, получается. Ну, не то, чтобы на 80. Ну, примерно, да. Да. И выходит, что была потребность в этом? То есть все 200 тысяч будут востребованы? Ну, посмотрим. Ну, очень надеюсь, что, в общем-то, у нас каждый год идет такой достаточно существенный скачок. Несмотря на то, что у нас охват вакцинации самый невысокий в Европейском Союзе. Но, тем не менее, например, по сравнению с предыдущим годом в два с половиной раза увеличилось количество вакцинируемых. Это очень хороший показатель. Будем надеяться, что так будет продолжаться. Ну, Эстония занимает, тем не менее, первое место в Европе по смертности именно от гриппа. И 60 человек в прошлом сезоне все-таки умерли. Скажем так, ну, все-таки не будем себе присваивать такие лавры. Мы на одном из первых мест, да. И 57 человек, да. А в предыдущем 94, поэтому, вы знаете... То есть все-таки снижение тоже какое-то наблюдается? Это скорее связано с вирусом, чем с вакцинацией. Потому что те 7%, которые мы на сегодняшний день имеем, это, конечно, капля в море. Но, тем не менее, тенденция положительная, и мы этому очень рады. Говорят, что в первую очередь вакцинироваться нужно тем, кто входит в так называемые группы риска. Давайте еще раз перечислим, кто это. Группы риска – это, прежде всего, пожилые люди. Это люди с хроническими заболеваниями. Это беременные женщины. Это дети в возрасте до 5 лет. Особенно дети в возрасте до 2 лет. Это маленькие дети. И, собственно говоря, люди, которые профессионально имеют много контактов, могут иметь много контактов с больными людьми. Например, медицинские работники, аптекари, иногда полицейские. И люди, которые ухаживают за людьми группы риска. Но это, опять же, домах, допустим, престарелых. А можно ли также сказать, что, например, те, кто чаще пользуются общественным транспортом, они тоже больше подвержены каким-то рискам, чем те, кто постоянно ездит только в личном автомобиле? Ну, просто потому что с большим количеством людей соприкасается, да? Конечно, конечно, конечно. И, как вы знаете, у нас такая привычка у людей больным просто мчаться на работу. Ну, хорошо, если они используют свой личный транспорт, но ведь часто ездят и общественно. Поэтому, естественно, возможность заразиться в транспорте гораздо выше, чем в индивидуальной машине. Я бы поговорила, может быть, и о самих вирусах. Несколько лет назад нас пугали птичьим гриппом, свиным гриппом. Что у нас сейчас? Мутирует ли вирус? Стоит ли нам чего-то бояться? Или придет старый классический грипп? Ну, будем надеяться, что все-таки придет. Вирус мутирует, кстати, постоянно, но в небольших количествах, в небольших геномах. Поэтому, так сказать, какого-то особо нового пандемичного штамма пока нет. Но в 2009 году мы получили новый пандемичный штамм, который журналисты радостно называют свиным гриппом. А мы называем пандемичным. И он с тех пор у нас практически ежегодно в циркуляции. Вот как раз прошлый сезон был исключительно его бенефис. Только один вирус гриппа. Вакцина от него спасает? Помогает. Да, 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 конечно. Вы упомянули такую группу риска, как пожилые люди. Если посмотреть на данные по вакцинации, то в Европе пожилые вакцинируются достаточно охотно. Больше половины пожилых людей делают себе прививку от гриппа. В Эстонии этот показатель составляет всего около 10%. Почему наши пожилые столь неактивны? Ну, вы знаете, в 2003 году Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию о том, что для пожилых людей безопасной зоной является охват в 75%. И, значит, за эти 16 лет страны более или менее пытаются подобраться к этому уровню. Две страны Голландии, Англия достигла этого уровня, у остальных значительно меньше. Но среднее получается действительно 56%, и мы со своими 10% не очень хорошо смотримся. Одно время бытовала такая мысль о том, что у нас вакцинация платная, а в остальных странах это действительно так, она бесплатная для пожилых людей. Но с пример наших соседей, Латвии Литвы, в которых вакцинация бесплатная, этот охват возрос до 20-25%. То есть сказать, что это какое-то произошло кардинальное изменение, этого нет. И основной упор мы все-таки делаем на повышение уровня информированности населения, об опасности гриппа. Спасибо вам, что вы нас приглашаете, проводите эту работу. То есть чем больше люди знают о рисках, тем больше шансов на то, что они пойдут и будут вакцинироваться. Планы по бесплатной вакцине для какой-то определенной категории населения, например, для пожилых людей, они не вынашиваются сейчас? У нас с этого года начинается бесплатная вакцинация в домах по уходу, за престарелыми и за детьми, так сказать, это первая группа бесплатной вакцинации. И, скажем так, идеи, планы, и мы рекомендуем на основании полученных нами данных по анализу, мы рекомендуем ежегодно о том, что надо включить бесплатную вакцинацию в календарь прививок. Но проводилось такое исследование, насколько это экономически целесообразно, и оно подтвердило, что это действительно было бы экономически даже выгодно государству. Но проблема в том, что у нас очень маленькое количество желающих вакцинироваться. То есть опять же мы приходим к тому же, что уровень информированности пожилого населения достаточно низкий. А учитывая, что, допустим, 1-2% тех, кто желает провакцинироваться, это мало. И поэтому сейчас у нас идет подъем охвата вакцинации, мы надеемся, что, может быть, в ближайшее время мы все-таки добьемся того, что она будет бесплатной. Но действительно люди могут вакцинироваться, если фирма, например, предлагает, вот тут сидит врач, сейчас он мне сделает прививку, и все решится. А если человек сидит дома, хочет привиться, должен сделать это самостоятельно, где он это может сделать? У семейного врача или в каком-то специализированном учреждении? Ну, прежде всего, конечно, к семейному врачу стоит обратиться. Второе – это вакцинационные кабинеты при некоторых больницах и при специальных медицинских центрах. С середины октября будет продолжена в прошлом году начатая вакцинация в аптеках, то есть можно обратиться туда. Ну и, как вы уже сказали, эти добрые предприниматели – это самый идеальный для работающего человека вариант. Ну, а если платить самому дорого, это? Вы знаете, где цены разнятся? От 10 до 19, насколько я знаю. Но, в принципе, это зависит от медицинского центра. Ну, в принципе, да. Ну, среднее 15, скажем. В принципе, не такая уж большая сумма, если учесть, что это может уберечь нас от многих проблем. Спасибо большое. У нас в гостях был главный специалист центра гриппа, департамента здоровья Ольга Садикова. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok